здравствуйте уважаемые зрители и подписчики моего канала и в этом видео я хотела бы рассказать вам о своей небольшой работе ну так средне небольшой заняла эта работа у меня около двух недель работа по авторской схеме марина чабанюк называется забота если вы узнали эту картинку которую сейчас видите перед собой эта схема была сделана по рисунку нэнси ноэль девочка с кошкой я не знаю как она называется в оригинале но я так кодовое название вот девочка вот кошка соответственно девочка с кошкой я заказала у марины две схемочки первую вот эту и вторую еще одну девочку не помню с кем мариночка выслала мне файл в формате pdf я очень люблю вышивать с айпада чем в общем то я и занималась в этой работе использовалось 40 цветов мулине из них 7 блендов было смешано в бленды немножечко мне показалось что относительно той работы которая вышивала до этого от компании rto гордая красота девочка с петухом она несколько белесая но если посмотреть на оригинальную картинку картинку я сейчас ставлю вот то эта девочка на нее как бы падает солнечный цвет свет из-за этого лицо такое выбеленное да выбеленное лицо неполная зашивка как вы обратите внимание то есть такими штрихами вообще разработка схема очень похожа на ланарта очень симпатично очень интересно что еще я использовала использовала я канву линду цвета антиквайт я специально под этот второй проект вторую схемку которую я купила заказала такой кусочек 50 на 100 вот этой вот белой линды и в общем то работа шла довольно-таки легко вышивала и без разметки мне все понравилось мне в принципе понравилась проработка схема там есть очень редкие одиночки которые не совсем оправданно но буквально три-четыре крестика во всей схеме вполне вероятно что когда отрисовывала или чистила там а может быть они и нужны для чего-то хотя я не очень подела для чего вот и от себя я чуть-чуть добавила бека в глазки самую малость в глазки и девочки в глазки коту больше ничего не трогала оставила все как есть меня смущала немножко вот эта щечка мне показалось что она должна быть более круглая здесь как бы идет прямая линия щеки но в принципе в целом получилось ну как мне кажется очень даже симпатично как я уже сказала несколько бледнее той работы которую я уже вышла но я могу в процессе сейчас я буду ее оформлять буду оформлять готовую раму рама из леруа мерлен точно такая же в какую я оформляла свою девочку с петухом и когда я натяну работу я к вам вернусь чтобы показать что у меня получилось но еще буквально две минуточки о схеме я тоже хотела бы вам ее показать вот эта схемка она на четырех листочках вот так она сделана из идет большой список цветов которые используются в этой работе ниточек у меня осталось практически всех цветов вот так они у меня сложены в коробочку здесь 40 цветов ну и я скоро вернусь не переключайтесь ну что я хотела сказать что в комплекс к рамке да которая купила входил вот такой соответственно лист картона это задник но мне показался несколько тонковат поэтому я решила использовать картон который у меня был это картон полиграфический который я купила в магазине леонардо я уже кусочек от него отрезала использовала на другой работе и вот сейчас по шаблону по шаблону вот от рамки 30 на 40 я отрежу отрежу кусочек картона для своей для натяжки своей вышивки и так по простому шаблону от рамки вот этой 30 на 40 я вырезала картон вот он довольно таки плотный картон и лист белого ватмана для того чтобы заклеить этот серый картон на случай что канва все таки может просвечивать ну и вообще мне кажется что лист бумаги он смотрится более эстетично сейчас с помощью обычного клея карандаша я просто нанесу клей на поверхность немножечко промазав уголочки чтобы лучше все это дело прилипало и приклею лист бумаги а уже сверху мы будем натягивать вышивку секунду сводим края немножко неровно и обрезала лист как выяснилось но это не самое страшное то есть вот так разглаживаем немножко неудобно мне это делать на камеру но я думаю принцип этого оформления будет понятен да если где-то клея не хватает можно немножечко добавить и и и теперь я переворачиваю этот лист для того чтобы он получше приклеился и подсох а уже впоследствии я буду уже пробовать прикрепить на него вышивку зафиксировать и прикрепить на минуточку отключаюсь ну вот наша бумага приклеена не могу сказать что идеально ровно но практически да и я беру вышивку свою и накладываю на бумагу и так приблизительно смотрю чтобы она более-менее ровно была относительно краев поскольку канва просвечивает ну соответственно видно да как как она ложится там расстояние ну приблизительно от края одинаковое отмеряем чтобы она хорошо смотрелась и далее вход идут вот такие вот биндеры то есть допустим ну потом ее можно подтянуть если что если что-то будет не так но в целом допустим приложила завернула завернула и зажала биндером потихонечку полигонечку это вышивка будет выравниваться относительно нашего кусочка картона смотрите если нравится если не нравится потом немножко перетягиваете переделываете как уже кто-то из девочек говорил чем больше биндеров тем лучше я с этим полностью согласна потому что для того чтобы натяжка была более плотная надо больше поставить биндеров и так поэтапно извините моя рука не все все хорошо видно поэтапно постепенно мы натягиваем работу в принципе натягиваю работу я иногда на нитке когда она поменьше когда такая большая у меня просто такой нитки длинные нету для того чтобы натянуть скорее всего в этом случае я буду сажать ее на скотч ну посмотрим сейчас я в процессе работы определюсь если допустим что то не нравится можно же приложить раму посмотреть да то есть будет смотреться не будет не буду перекрывать там края рамы допустим нашу вышивку штатив шатается ой не то что шатается практически падает я просто немножко простуженная вернулась мы ездили на такой замечательный фестиваль Дикая Мята в Тульскую область в город Олексин и первый день в пятницу когда мы туда приехали все было хорошо нам так повезло с погодой было замечательно а ночью была жуткая гроза молнии сверкали прямо над палатками и потом два дня был постоянный практически дождь и холод и мы испачкали всю одежду потому что фестиваль проходил на поле и буквально через полдня после дождя это поле превратилось в такое месиво в такую как сказать грязную сметану в общем приходилось часто менять одежду рядом был душ но вода была только холодная ну в общем в результате я простыла и теперь разговариваю таким простуженным голосом но все равно удовольствие получили массу у нас была большая веселая компания у нас было 17 человек 8 взрослых и 9 детей ну дети вот подростки 14 там лет в среднем но было очень здорово выступали такие группы как Сдоб Шиздоб Иван Купал в общем мы получили массу удовольствия Нинокопи Амадзе и вернулись оттуда довольные и счастливые но некоторые с температурой в том числе и я температуру прошла а голос все еще осипший ну вот как-то так приблизительно мы натянули работу это у меня было лирическое отступление сейчас я пойду схожу за рамкой и вернусь и теперь прикладываем раму да просто прикладываем для того чтобы посмотреть насколько она будет смотреться я попробую вам показать то есть вот я не знаю сейчас смотрю стоит ли сместить девочку немножко влево или вправо или оставить так ну в принципе мне кажется и рамочка подходит и все нормально то есть если вас устраивает результат то вы можете как бы потихонечку подтягивать и снимать эти биндеры я думаю что у меня не совсем получится делать эту на камеру потому что ну или я сейчас попробую если камера встанет так как мне надо я буду делать это все ну чтобы вам было видно сейчас секунду ну как-то вот так приблизительно у меня получилось то есть я немножко сместила вышивку в эту сторону чтобы как бы вот с левой стороны остался ну вот это направление луча солнечного света что ли я даже не знаю как это сказать ну после того как мы это сделали нам нужен двухсторонний скотч для того чтобы вышивку наметить наклеить да уже непосредственно я использую такой вспененный двухсторонний скотч которым наклеивают стекло он наиболее плотный и ножницы ножницы в свое время купила вот этой фирмы не могу сказать как шарпист какой-то к ним не прилипает клей они очень удобные и вот сейчас я буду пробовать вышивку посадить на клей для того чтобы моя работа не пачкалась я постелила все тот же лист бумаги и так мы ее переворачиваем и начинаем планомерно натягивать с какого угла вам это начать ну я даже не знаю кому с какого больше нравится скорее всего я начну вот с этой части то есть мы отмеряем скотч приблизительно как идет вышивка так ну вот такой кусочек если вдруг что если он короткий или там длинный можно будет подрезать или наоборот так сейчас посмотрим видно вам видно и наклеиваю этот скотч на непосредственно картон он получился длинноват лишний кусочек так извините вам не видно лишний кусочек я уберу так в принципе чем хорош скотч что он сразу не намертво я иногда еще использую степлер для крепления вышивки мне нравится меньше следы остаются и вот если вы обратите внимание вот так я начинаю подклеивать немножко подтягивая в принципе чем хороша своя гортовская канва она так не рвется допустим как наша линда она просто до дырок растягивается гамовская это в этом смысле более надежная итак первую часть мы прикрепили снимаем биндеры смотрим что получилось снизу мне кажется этот угол я немножечко перетянула хотя лучше ничего вот то есть вот так вот она села эта часть смотрим что получилось снизу снизу вообще все отлично но когда наклеиваешь первую часть наверное это не самое сложное теперь попробуем наклеить эту сторону я уберу наверное биндеры мне так будет удобней и буду подтягивать ее уже вручную и так до конца лучше немножечко не доклеивать оставить вот этот уголок чтобы сюда тоже можно было положить скотч так 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 я конечно не багетная мастерская кто не любит оформлять сам свою работу доверяет багетчикам это я всегда за но почему-то так исторически сложилось что у меня очень маленькое количество работ точнее одна была оформлена в багетной мастерской и одну я заказала рамку но оформляла тоже сама я люблю это делать сама мне просто нравится не то что я там не говорю что я такой профессионал нет конечно и мои работы некоторые ну то есть у девочек гораздо более интересно оформлена работа нежели чем у меня но я это люблю поэтому показываю вам как я это делаю так отклеили ленточку и точно так же начинаем уже подтягивая работу можно подсматривать кстати что вы там подтягиваете можно повернуть посмотреть то есть вот натяжку свою как она выглядит подтягиваем и сажаем на скотч мне кажется вот эти края которые соприкасаются со скотчем это не самое страшное потом я точно не порчу основную вышивку в принципе как она приклеивается так она может и отклеится от него уголки как правило я зашиваю но не всегда иногда когда мне это нравится я вот эти уголочки собираю и зашиваю пришлось немножко прерваться и так я натягиваю третью сторону сейчас я вам покажу пока что получилось то есть вот эти две стороны уже посажены на скотч и вот эта сторона еще не натянута мы ее немножечко подтягиваем и сажаем тоже на скотч сейчас я это сделаю я думаю проще начинать наверное с серединочки и так же подтягивать остальное сейчас когда натянем посмотрим что получилось так немножко перетянуло ну вот если видите то есть этих углов понятно не будет видно и осталась наверное самая такая сложная последняя сторона четвертое и посмотрим что получится биндеры я сняла и опять приклеиваю скотч немножко уголки оставляю если обратите внимание чтобы потом их можно было загнуть и все-таки зашить наверное чтобы более плотно села вышивка так еще раз скотч мы сняли в смысле липкую защиту липкой ленты и смотрим что у нас получается то есть вот по натяжке уже ориентируемся да то есть вот я загнула часть и пошла загибать дальше наметила и загибаю дальше работа довольно-таки большая получилось то есть это 30 на 40 да то есть не маленькая не совсем малявочка она натягивается она в общем-то по моему не хуже так если вдруг что-то не устраивает по натяжке ну вот сейчас можете посмотреть немножко заломы от биндеров остались но в принципе работа натянута вполне себе ничего вот ну а теперь остался чисто технический момент то есть либо зашить вот эти уголки тут уже как вы их сделаете выровняйте и так далее это уже зависит от вашей фантазии их можно зашить вообще сложив допустим пополам на ну как-то так натянул задник вот или вот таким образом потому что сзади все это будет прикрываться дополнительным листом который остался от рамки картоном то есть всей этой красоты видно не будет будет вот такой бутерброд и соответственно сверху стекло но сейчас я наверное опять отключусь непродолжительное время сделаю это и вернусь к вам и так я натянула полностью работу сзади это выглядит вот так то есть уголочки я зашила как я и говорила зашиваю буквально по краю чтобы они не топорщились здесь у меня получилось не очень равномерная натяжка в плане я перед перетянула канву да вот здесь остался больше кусочек здесь меньший если вот это раздражает просто можно еще кусочек скотча сделать небольшую и подклеить чтобы она не болталась но в принципе все накроется сверху другим листочком и этого не будет видно будет видно только вашу работу и теперь я возьму рамку стекло которое который рамки прилагалось и вложу свою уже готовую натянутую работу в рамочку одну секунду и так те кто еще остался со мной еще не сбежал от этого длинного такого видео первое что мы ставим мы ставим стекло стекло кстати родное почему-то не хочет вставать все стекло вставили следующее мы вставляем саму работу тут уголки немножко получились толстоватый она может капризничать не с первого раза встать но мы его победим и последним этапом мы добавляем нашу картон очку смотрим чтобы страна была такая наиболее привлекательная и зажимаем весь этот наш бутерброд теперь работа выглядит нормально совершенно нормально с обоих сторон так переворачиваем воля вот она вот она наша девочка и единственное что последнее что я хотел показать на целиком вот целиком работа такая в рамочке немножко конечно и сдвинула в этот угол но вот чисто из-за того вот что как мне кажется солнечный свет он должен откуда-то идти четко посередине мне делать не хотелось но к вам получилось неплохо показываю поближе и корей глазки котеночка вот и еще в том самый последний штрих в комплекте к рамочке шел вот такой зажимчик который одевается на раму для того чтобы вешать эту картину но мне кажется что картина несколько тяжеловата и я как правило использую вот такие штучки маленькие которые вкручиваю в раму и леску и натягиваю если вам интересно как она будет смотреться на стене вместе с той предыдущей моя работа это рта оставайтесь со мной сейчас я все это сделаю и покажу вам уже готовый результат спасибо вот мои две девочки висят на стене я повесила на разной высоте здесь стеночка довольно таки большая тут еще будут висеть девочки которых я когда-нибудь вышью поближе покажу работу вот так она выглядит и вот моя работа от арта спасибо большое за внимание я надеюсь что кому-то этот так скажем почти мастер-класс пригодился если кто-то боялся оформлять свои работы сам то вполне вероятно будет оформлять ну а тем кто любит багетные мастерские я считаю что это правильно но поскольку я оформлять сама вот я оформила своих девочек сама вполне вероятно багетной мастерской можно было сделать паспарту и было бы красивее круче но так мне тоже нравится спасибо большое за внимание всем пока